Купи телевизор BQ со скидкой. Промокод и ссылка в описании ролика. И я не видела в итоге, сколько засчиталось мне выполненных заказов. Ну, я тогда начала в 2 часа дня или в 3 часа дня, я уже точно не помню. Вот, соответственно, торопилась, да, и все как-то шло не по плану, как у девушек из прошлого видоса. Так вот, сейчас, ребята, время половина второго ночи. Сейчас вот настала пятница, с четверга на пятницу я выехала работать. Вот, значит, мои бонусы гарантии заработка, да, вот я хочу все-таки выполнить сегодня 40 заказов. Буду работать в своему райончику, 6400 я должна получить, минус 18,8% Яндекса. Я надеюсь, что у меня все-таки будут заказы в это время, несмотря на то, что... О, вот, пожалуйста, вам первый заказ. Несмотря на то, что ночью в Колпино особо делать нечего, но, как вы видите, заказы все равно есть. И это, конечно же, радует. Ночью заказы в городе есть 100%, да, я всегда работаю ночью. А вот здесь вот сложно, на самом деле, с заказами ночью, потому что все закрыто, ничего не работает, и, соответственно, куда людям ночью ездить. Пипец круг сделали. Мы сейчас с вами круг сделали? Или вы про что? Чего? Я говорю, мы с вами сейчас круг сделали. Вы про это говорите, что они так поехали как-то или что? Да. Ну, как навигатор повел, так я и поехала. Вы могли бы мне сказать, если вас не устраивает такая машинка? Я в охоте. Ну, вы могли бы сказать, что мы можем поехать по-другому? Откуда я знала, что у вас так нет? Так вы же видели, как мы ехали. Правильно, да? Могли бы сказать, что вы не хотите так ехать, я бы развернулась, мы поехали бы по-другому. Да, блин, а покороче, вы не знаете, что нет? Ну, может быть, я не местная, может, я из Питера. Они все же из Колкина, правильно? Вопрос. Почему из Питера здесь делают в Кубине? Потому что Яндекс дает любые заказы в любые районы абсолютно. 62 рубля стоила поездка. Проехали мы полтора километра за 4 минуты. И вы слышали, девушка начала возмущаться, типа, какой круг мы сделали? Господи, какой мы там круг сделали? Мы потратили лишнюю минуту, грубо говоря, всего, чтобы проехать по-другому. Вот тоже не понимала таких людей. Вот помните, у меня был как-то видос, там двое мужчин были. Один из них был адекватный, более-менее другой был. Просто полный неадекват. Я вам сейчас вот прикреплю здесь подсказочку. Можете по ней перейти, посмотреть, как мы с ними ругались. Там была аналогичная ситуация. Мужчина там, да ты круг дала. Там начал мне такая же дура в навигаторе сидеть, как и ты. Вот, я готова была закончить поездку, но уладилась. Ну, короче, посмотрите видос. И девушка здесь тоже начала возмущаться. Но, блин, ребят, одна минута. И если ты не хочешь, чтобы я так ехала, то скажи мне, скажи, девушка, может быть, я другой дорогой поедем, развернемся. И все, типа, так будет короче, да я с удовольствием, без проблем, развернусь. А можно сфоткаться? Можно, конечно. Она к вам бежала просто. Да, сюда, ванима. Не, ну очень круто. Ладненько, всего хорошего. Я только недавно думала, что так часто такси вызывали и никогда не встречали. Да. Ну вот, видите, как... Я просто по колпе на самом деле редко таксую, очень редко. Это вот сегодня так получилось. И как раз на вас попали нормально, так? Да, вот этот мальчик сказал, который день рождения, сказал, перейдите день рождения в камеру. А как его зовут? Глеб. Глеб? Глеб, короче, с днем рождения тебя от Лели такси. 100 рублей стоила поездочка. Проехали мы 4 километра за 10 минут. Я капец как рада, что встретила своих зрителей. Мы еще сфоткались. Вообще, это очень клево, потому что я давно на самом деле уже что-то никого не встречала. В такси мне крайне редко, на самом деле, попадаются подписчики. И я всегда обожаю встречаться вообще. Это очень мило. Никогда не стесняйтесь. Говорю, ко мне подходите фоткаться. Я с удовольствием с вами сфоткаюсь и поболтаю. Можно остановить? И подождите. Подождите. Можно я буду туда собрать? Ударок привезти. Не занятый. Я думаю, что да, вроде заказ мне не приходил. А вы куда? А я курить. А, окей, хорошо. Просто оплата наличными, поэтому я и спросила, куда второй мужчина пошел. Короче, поставила на платное ожидание. Сейчас поездка стоила 86 рублей. Посмотрим, сколько она будет стоить, когда я верну пассажиров обратно. Я не буду просить дополнительную точку, потому что и так включится счетчик в таксометре. Сто пятьдесят четыре рубля, получается. У меня триста. И сейчас. А вон, ну, оставьтесь. Еще иначе себе там было. Точно? Ну, у меня десяточками. Да ладно, ладно, оставься. Ладно, спасибо большое вам. До свидания. А, у вас наличная, да? Да, у нас наличная, все без дачи. Спасибо большое. Так, спасибо вам огромное. С днем рождения, да, я поняла? Поздравляю вас. Спасибо. 140 рублей стоила поездка. Оплачен картой. Вот это я молодец, да, что заметила, что оплата стоит картой, а не наличными. И успела вернуться назад и оставить девушке денежку. Кстати, мне оставили 50 рублей на чай. Слушайте, спасибо огромное. Очень приятно. Я сейчас выполнила 26 заказ, и на этом я делаю тайм-аут, потому что действительно стали пробочки появляться на дорогах. Небольшие, конечно, но из-за этого там плюс минут 8, точно 6 добавляется к заказу. Моя задача, как можно скорее отвезти пассажира, чтобы закончился заказ и получить новый. Ну, скорее не в плане вот того, что я там должна нестись, нарушая правила, нет. Просто вот, чтобы не было пробок, были свободные дороги, вот как ночью, да, или рано-рано утром. Поэтому я хочу сейчас поставить такой стоп, скажем так, взять тайм-аут. А потом днем еще выйду, как раз будут свободные дороги. Я спокойно выполню свои 14 заказов оставшихся и поеду монтировать для вас этот видосик, ведь выйти он должен в субботу, сейчас уже как бы пятница, короче, я молодец. Но я же сказала, что ролики будут выходить в среду и в субботу. И они выходят в среду и в субботу. Ну что, ребят, время 6.34, я только вот собралась. Планировала, на самом деле, где-то уже в 5 выехать, но у меня это не получилось. Вот, я зато хоть немного выспалась и поеду сейчас свои 14 заказов уже откатывать. И там уже все с вами посчитаем, сколько я потратила бензина, аренда машины и по времени, сколько вот я работала. Короче, поехали. Ребят, посмотрите, просто прошло, блин, часов 6, у меня машина вся замерзла. 0 градусов на улице сейчас. И безумно холодно, блин, скользко очень. Я вообще не знаю, как сейчас работать, если честно. И время уже, блин, почти 7 часов, а я до сих пор не на линии. И вот это вот все, блин, не тает, блин, просто. Здравствуйте. Здравствуйте. А можно я назад, я маску дома саду? Да, конечно, конечно. 212 рублей стоила поездка. Проехали мы 5 километров за 11 минут. И эта поездка была с Кэфом 1,8. На самом деле, водители, которые просят пассажиров надеть маски, реально большие молодцы. Ну, кстати, да, может быть. Да, да, не за что. Да вы что? Нет, не надо так много, реально. Не надо так много. Спасибо вам большое. Радный своей. Представляете, мужчина мне хотел дать целых 150 рублей. Офигеть. Ну, я, ну, как бы это реально очень много за то, что я его так мало провезла. И я взяла всего 100 рублей. Ну, реально, спасибо ему огромное. Очень была приятная поездка. Я так вкусно пахнула, женщина пахнула. Добрый день. Здравствуйте. Вы больными танцами занимались? Нет, не занималась больными танцами точно. У меня в дочках это занимается. У нее тоже такой чук в голове. Да. Ну, это как? У меня просто голову отключили, я не помыла голову. Воду горячей у меня отключили, я просто голову не помыла. Поэтому у меня вот такая офигня на голове жала. Ты чувствуешь женщину, как мама так? Не женщина, а девушка. Оля, а вы на шипах? Ну, я говорю, они все попадали на этой машине. А вот можно прошиповать? У нас есть акции. Да? Да. Илюха, какая у тебя акция? Мы можем зашиповать. Еще на монтажник у нас, как бы, ну, полосты. Мало ли что. Ну, так на всякий пожарный. Это вы на себя, да? Ну, не калецик получается. Нет. Нет. Это на рядом с сидящим человеком. Я женатый. Хватит сваха меня сватать. Вот от вас прям автосервисом пахнет. Мужиками, знаете? Вот реально. Он как раз вот рядышком с вами весь автосервис сел. А у нас... Илюха. У нас дизельный, кстати. У нас не просто какой-то автосервис. Оль, вам не к нему сразу. У нас дизельный. Если у вас по бензину, обращайтесь ко мне. Это как лань. Вот она бежит, выбросила феромон. Все. Лань и остальные побежали за ней. Чпокнули ее. И все. Она успокоилась. Блярочка. Пахнет девушкой. Я просто... Я просто не могу. Так нельзя. На самом деле хорошо, что вы чувствуете запахи. Ну, пожалуйста, я не доверяюсь. Я не могу. Вы сразу определили, да? Мы тоже как бы чувствуем запахи, но... Вы нам действуете как бы на нервы. Ну, на нервы. Да какой? Ну, блядь, чей. Я не буду говорить, зачем. Как бы ты не старался, я не могу сделать серьезным. Один, ты, яблобан. Ну, сказали, что он сегодня сам молчил. Ну, хотя мы зашипуем резину, конкретно. Яблобан, но спокойно. Да. Да, вот. Вот этот, Илюха, твой плюс. Я не могу с это пахнуть, женщина. Очень, девушка. Тут уже вся машина дизельным провоняла. Какой дизель, блядь, я просто не могу от запаха, блядь. Я просто не чувствую. Буду еще неделю, что я уже чувствую запах тебе. Ой, блядь, у меня же сердце восстанавливается. Кровью обливается, так? Чему я не девушка? Чтоб ты была, девушка, от тобой пахла дизелем, блядь. Да ну тебя, ты бы никогда не вышла с замуж. Да почему? Да потому что. Я бы вот так сел, блядь, в машину и сказал, это, это любовь навсегда. Ага. То есть, 7 рублей получается. Вы, если она будет чипануться, звоните. Мы чипанем. Хорошо. Туда-сюда ты рожьешь. Все сделаем. Телефон ты оставил? Так, 300. Все, и все, хватит только. Да? Ели ты высуточку, да? Нет, не видела. Прикольно, прикольно, не видела. Да. Полторашечку соточкой это стоит на данный момент. 177 рублей стоила такая веселая поездка. Проехали мы 6 километров за 12 минут. И если честно, то я реально до сих пор не могу отойти от этих мужчин. Они очень смешные. Реально, я поржала просто от души. Я выполнила 40 заказов, даже 41, но он случайно получился, чтобы активность не терять. Так вот, и мой заработок по заказам 5236 рублей. А начислиться по гарантии мне 1164 рубля. Поэтому давайте мы сейчас с вами все это дело посчитаем. Значит, 1164 рубля плюс сумма, которая у меня сейчас на балансе. 2771 рубль 39 копеек. И плюс наличными у меня 2000 рублей. Можно на самом деле округлить до 6000 рублей. Японский бог, 6 рублей. Это сумма с вычетом комиссии Яндекса, но без вычета бензина и без вычета аренды машины. Давайте сейчас еще я вам скажу, вот сколько я по времени работала. 7 часов я работала, это до перерыва. И после перерыва, вот сейчас я поработала всего 3 часа. И получается, что общая сумма по времени, ребят, это 10 часов. То есть за 10 часов в четверг я заработала 6000 рублей. Это с вычетом комиссии Яндекса. Теперь давайте вычтем на бензин. У меня ушла ровно 1000 рублей. И минус 1500, это аренда машины. И получается, ребят, что за 10 часов сегодня, в четверг, я заработала 3500. 3500. Точнее, в пятницу я уже что-то перепутала все дни. 3500 за 10 часов я заработала. Это уже очень хороший показатель. Я очень этому рада. Вот. И получается спокойненько я выполнила все эти 40 заказов, даже не напрягаясь. Вот. Так что я большая-большая молодец. Очень надеюсь, что вам нравятся видосы такого формата. Ну, а если они вам нравятся, то, пожалуйста, поставьте лайк. Вам не сложно, а мне очень приятно. Ну, и, конечно же, пишите в комментариях все, что вы думаете по поводу сегодняшнего видосика. Как вот вы считаете, выгодно ли вообще работать по вот этим гарантиям заработка? Или невыгодно? Я считаю, что за 10 часов на арендной машине получить чистыми 3500, это очень хороший показатель. А как считаете вы? Короче, встретимся с вами в комментариях. Ну, и, конечно же, если вы по каким-то причинам не подписаны на мой канал, то прямо сейчас берем и подписываемся. А еще подписывайтесь на мой инстаграм. Там очень много лайфа. Ну, и, собственно, на этом все. Всех люблю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok